Итак, друзья, это Grounded. Она вышла в релиз. Я, честно говоря, немножечко пропустил это дело, то, как она в релиз вышла. Тут была заставочка, но это не так важно. На самом деле там ничего особенного. Просто в ней было сказано, что пропадают подростки в этом городке, и всё. Четыре минуты ни о чём. Что за чердея? Давненько в неё не играл, прям очень-очень давно, но он корней. Так вот, давайте сейчас посмотрим, что он скажет. Видать, это какое-то шоу с розыгрышами. Странно, у нас на выбор четыре персонажа, а здесь пять. Расслабься, Макс, ты прославишься. Да уж, будешь знаменит. Так вот, почему в прошлый раз перестали играть? Потому что всякие разные обновления выходили очень-очень редко, и просто хотелось дождаться полной версии и начать в неё играть. Собственно говоря, вот она наконец-то появилась, а я релиз немножко пропустил. У нас с вами в самом начале идёт обучение, мы играем на сложном уровне сложности. Тебя, чёрт. Быстрая букашка похожа на зелёный попкорн. Так, нам нужно сделать с вами какие-нибудь инструменты, как я помню. Я сто лет не играл, ни у кого ничего не видел. Да стой ты. Так, вот это можно взять. Давай сейчас попытаемся найти себе, да, быстренько материалы, из чего мы с вами что-то можем сделать. Похоже, это красная мелочь хочет подраться. Это не просто красная мелочь, это клопы или клещи, я уже даже не помню, что это такое. Клещи какие-то. Так не пойдёт, подожди. Ну-ка посмотрим, как нам с тобой что-то сделать. Ведущий статус здоровья создать. Вот. Поиск инструкций. Хм, требование для создания недостающих ингредиентов. То есть мне сначала нужно собрать необходимые ингредиенты. Да, а потом мы с вами сможем что-то сделать из них. Камушки обнаружили хорошечно. Палочки, может, какие-то сможем найти сейчас, быронька. Я сто лет не играл, сто лет ни у кого не видел, поэтому прям всё из головы вылетело. Но в этот раз планирую построить себе нормальную такую базу. Всё исследовать, что здесь на самом деле происходит. Узнать, что с нами случилось. Сигнал обнаружен. Пусть. Что это? Какой-то радиосигнал. Интересно, откуда он идёт. Сейчас пойдём проверим. Сделать нормальную такую, хорошую, действительно, серьёзную базу, в которой мы сможем выжить. А не то, что у нас с вами приходили какие-то негодяи. А, точно, здесь вот при помощи этой штуки нужно исследовать всё. Верняк, я забыл про тебя. Терминал библиотеки, анализатор ресурсов. Вот оно. Кто-то же должен был установить здесь научный барахлоп. Но я по-прежнему не знаю, где я нахожусь и что происходит. Давайте анализировать сразу. Продолжу осматриваться вокруг. Грубая верёвка, бинт из волокна, растительная кашица. Хорошечно, ладно. Так, я про это уже всё забыл на самом деле, как это всё здесь устроено, обустроено. Давайте анализировать камни. Заряд очень низкий. Каменное копьё, каменный топор. Договорились. Что мы можем? Палочку. Всё, закончилось. Только три предмета можно было проанализировать и всё. Шипастый росток, вертел. Веха пути. Это можно, естественно, маркер поставить. Так, здесь у нас терминал библиотеки. Не в сети. Устройство для осмотра ресурсов тоже. Здесь тест безопасности. Такой это умпро. Место двор Тома Талли, доктор Уэндл Талли. Результат. Мощность колеблется в допустимых пределах. Машина работает по плану. Компонент платформы достаточно хорошо защищены от воздействия погодных условий. Правда, могут возникнуть проблемы со столбами. Для сохранения угла между лучами требуется постоянное удаление препятствий. Всё же во дворе слишком много живности для работы точного оборудования. Ух, эвклидовая геометрия, как же это ненадёжно. Напоминание. Провести диагностику увеличивающей камеры по окончании дня. Ладненько. Окей, иди отсюда. Так, теперь мы можем с вами создавать. То есть, можно сделать верёвку. Можно сделать растительную кашицу. Дальше здесь нам волокно нужно. Понял тебя. Давайте пробежимся, соберём. Немножечко. В принципе, его, как видите, здесь предостаточно. Вот, мы можем сделать копьё. Скрафтим. Сделаем топор. Всё, как раз всё полностью потратили. Ну вот, и теперь можно, если не ошибаюсь, рубить там всякие разные листочки. Трава там и прочее. Найди и съешь какую-нибудь еду. Хорошо, сделаем. Я уже забыл, как сито. Для чего это нужно? Травильная доска. Ладно, понятно. Потом. Мы можем кашицу, на самом деле, сделать. Только для чего она нужна? Чтобы можно было покушать? Ща проверим. Так, бинт из волокна. Понятно. Вертел. Забор из ростков. Камешек туда-сюда. Сок. Вот это вот, наверное, можно составить. То есть, густая масса из перемолотых растений. Доступно. Требуется измельчитель для создания. А, окей. Шипастый росток, я думаю, нам не шибко сдался. Бинт нам сейчас тоже не нужен. Нужны камни. Кусок сухой травы. Каким образом сможем сделать? Ладно, давайте пройдёмся. По поводу еды. Ну, сейчас что-нибудь попытаемся найти просто-напросто. Вон, здесь, может быть, что-то есть. Это что-то такое, таинственная машина? Можем же внутрь войти, да? Угу. Приключатель между камерой от первого и третьего лица можно в любое время. О, слушай. Да, точно. Я не знаю, как удобнее. Может быть, вот так вот всё-таки? Сложно, честно говоря, сказать. Здесь что-нибудь есть? Цель. Ага. Прямо как лазер-так, да. Нам нужно убрать с вами. Угу. Убрать. После такого роста напряжения, большой таинственный компьютер выдал пшик. Сейчас всё будет. Это пошло сюда, а вот это, видимо, сломано. Активировать? Я сейчас ничего здесь делать больше не могу. Ну да, то есть нужно разобраться, что с тем происходит. Он, видимо, немножко сломан. Ладно, давайте пока что поищем еду. Слушай, я могу тебя поймать, нет? Тля. Могу. Сырое мясо тли. Так, что мне с тобой сделать? Подожди. Не знаю, ладно. Наверное, пожарить. Как вариант. А для того, чтобы пожарить, нам с вами нужно вертел сделать. Делается, естественно, из сухих листков вот этих вот. А сухие мы вот здесь вот, по идее, можем достать. Хотя, кто ж его знает. Ну ладно, посмотрим. Сухая трава, да. Всё, отлично. Здесь где-то роса? Я могу просто её сбить. Значит, не могу. Или просто не потому бью. Вот она. Эм, стоять. Да, лимонная шипучка, но лучше, чем ничего. Ну, а здесь вон. Воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не-не-не-не-не. Да. Не будем с ним пока что встречаться. Не самая приятная фишка. Итак, по поводу вертела. Нам нужны камни. Если не ошибаюсь, я здесь ещё что-то видел. Это пока можно скинуть. Выкинуть как? Клавиша R. Договорились. Вот, вот теперь можно его сделать. Построить. Но нам нужно разместить куда-то. Я просто не знаю, где лучше всего это сделать. В принципе, это место не хуже, чем любое другое. Так что пускай здесь пока что есть препятствия какие-то. Может здесь. А, стоп. Ну что я делаю? Всё понятно. То есть Е. Супер строительство. Окей. Готовить. Мы можем сейчас приготовить лю. Закрываем. Найти причину ослабления одного из лазеров. Поищем. Вот. Схватить. Теперь оно готово, да? Инвентарь. Вот здесь вот всё верно. Ну-ка, жареная тля. Можно ли его просто скушать? Съесть. Употребить. Enter. Ну или можно вот здесь вот нажать. Отлично. Перекус. Надеюсь съешьте какую-нибудь еду. Сделано. Что-нибудь ещё интересное есть. Нужно ещё тли поискать. Вот это, если не ошибаюсь, вонючая зараза. Я, честно говоря, не помню. Этим локтик. Ха-ха. Что там с рылом у него? Сырое мясо, долгоносико, нос долгоносико. Мясо можно скушать. Нам на самом деле желательно всё-таки начать себе строить какую-нибудь базу. Но пока что, мне кажется, немножечко не хватает у нас знаний. Как это делается. Так. Если уж на то пошло. Нам, скорее всего, понадобится сейчас сделать, создать в строительстве веха пути. Давайте построим. Для того, чтобы можно было себе отметку поставить. Разместили. Строим. Разместить собственную веху. Ну-ка. Пускай будет синяя. Как-то вот так вот. То есть, по идее, если мы отходим отсюда. Ты чё сюда пришёл, а? Давайте гуляй. Так вот, если мы с вами отходим отсюда. Карта-то есть какая-то? Ну-ка, вот. Полевая станция. Здесь, по идее, должна быть отметка. Бейсбольный мяч. Я и забыл про это. Мм. Блин, какая карта какая-то странная. Так, иди сюда. Даже не знаю, как удобнее. Может быть, всё-таки удобнее сражаться от первого лица. Вот так, типа, фармить от третьего. Сложно сказать. Я не знаю, справлюсь я с тобой или нет. Муравей рабочий. Достоять. Куда пошёл? Там с него всякие мандибулы и прочее, да? Кусок рыжего муравья. Создайте бинт из волокна. Сейчас сделаем. Создать медицина бинт. У нас нету сока. А где его добыть? Вот это хороший вопрос. Нужно искать. Вдруг мой, иди сюда. Акишка? Если не ошибаюсь, они на каких-то листках, что ли? Или на палочках? В общем, нужно осматривать всё вокруг. Спокойно. Мы можем разбиться в этой игре. Создайте бинт. Найдите причину ослабления. Сходим, найдём. Всё будет нормально. Я думаю, пока что не будем больше забивать. Время только тратим. Нам действительно нужно сходить туда, посмотреть, что там происходит. Но прямо сейчас просто хочется осмотреться. Я помню, что где-то здесь пещерка была, в которой много полезной фигни. Там глина, ещё что-то такое, да, вроде? А где именно всё это было, фиг его знает. Ладно, пойдёмте быстренько пожарим. Ну-ка, грибочки. Прикольно. Съедобные предметы. Можно съесть меню инвентаря. Интересно. Слушай, они не ядовитые, нет? Ну, по идее, не должны быть. Вот, на палочках оно. Всё, договорились. То есть, в принципе, можно быстренько создать. Это что такое? Фиг знает. Но использовать прямо сейчас не будем. Так, закидываем сюда. Готовить, готовить, готовить. Есть. Пускай жарится. Сейчас пожарим. И, наверное, вон ещё одна. Отправимся, посмотрим, что там происходит. Вот с тем лазерным лучом. Ну, там просто... Может быть, с кабелем что-то. Мне интересно, насколько долго нужно ждать. Оно изменит свой внешний вид или что? Ага, вот, появляется рука. Всё, понял тебя. Всё, пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём туда сходим. Пока светло, туда-сюда. Глядишь, может быть, что-то ещё интересное найдём. Так, по пути всё быстренько собираем. Вон там ещё сок. А что такое летает? Пчела? Я что-то не помню раньше пчёл. И когда их ввели... Чё? Это здесь. Ну, вот они, да, клещи, в общем, грызут. Аккуратненько. Гонится за мной, нет? Там ещё под землю всё это дело уходит, если я не ошибаюсь. То есть здесь, в принципе, всё. С них что-то можно собрать? Так, в принципе, хорошо видно, что вокруг тебя происходит. В какую сторону он прыгает и как от него отмансить, да? Когда третьего лица. Ладно, с этим разобрались? Да, естественно. Вот она, пещера. Блин, я нифига не вижу. Да, конечно, мы можем просто увидеть. Да, в моменте, когда он как раз жьёт искру. Но это не дело. Нужно сделать себе... Сейчас попытаемся, блинка. Чё такое? Понятно. Светится постоянно. Так, создать... У нас вот факел. Не хватает верёвки и кусок сухой травы. Ладно, верёвку мы с вами создадим. Раз-два. Давай ещё. Отлично. Сухая трава. Да, вот она. Кстати, начинает темнеет, мне кажется. Ну. Как-то очень долго она, на самом деле, разваливалась. Блин, здесь хорошее место. Здесь очень много сухой травы. Опять же, будут постоянно вот эти капельки образовываться, да? Да и там, на самом деле, неплохо. Это не так далеко отсюда, как кажется. Можно и не париться по этому поводу, спокойно там жить. А, куда они делись? Я же срубил. Вон, вижу. Раз, два. Три. Давай, быренько делаем. По идее, всё абсолютно есть. Инвентарь, факел, четвёртый. Хорошо, Шэдовы. Что у вас теперь есть? Клещи. Ай. Меня укусили. Слушай, давай-ка подлечимся. Чё так слабо? Вот это гораздо лучше. Сейчас-то я бы слабил целую тарелку. Да не говори. Тихо. Движемся. Постоянно движемся. Тогда они нифига сделать не могут. Ей. Так. Сон про красных вещей явно знак недобрый. Что? Чё-то какую-то фигню несёт. Слезевик. Я не помню, нафиг это нужно. Здесь, чтобы дальше пройти, нам нужно создать соответствующий инструмент. А сделать мы его, по идее, не можем, да? Исследуйте таинственную машину. Снова исследуйте, в смысле разбить. Ладно. Хорошо, это мы позднее с вами, на самом деле, сделаем. Это пока что всё собираем. С них шорстка, да, шорстка собирается. Всё верно. Сам клещ не собирается. Ну и... А, всё, отлично, да. Пойдёмте обратно. Вода нет? Нет? Выпить мерзкую воду? Нет, не хочу. Я, честно говоря, не знаю, какие последствия могут быть. Что тут вводили, что тут есть. Я-то уже ничего не помню. Будем искать росой, это не так сложно. Мм, тоже коровка. Так. Можно активировать. Вон то дерево, да, всё верно, сзади дерева. Там будет... Воу. Там будет эта самая лаборатория. Красота. Ха-ха. В общем, нам нужно будет туда. Что-то был за звук вроде как большой взрыв вдалеке. Ну да. Исследуйте взрыв. Ну, в принципе, с другой стороны, кто сказал, что здесь у меня должна быть база обязательно там? Совсем не обязательно именно здесь жить. Вопрос в другом заключается. Могу ли я съесть... Инвентарь. Грибы. Они съедобные вообще? Немного утоляет съедобный гриб. Гриб. Мы можем его положить куда-нибудь на быструю панельку. Пять. То у нас всё хорошо. Ну что, сразу двинем тогда туда. Посмотрим, что происходит. По пути прям все вкусняхи быстренько собираем. Отлично. Сладкая капля. Это не капля росы. Кстати, тлястой. Темнеет. Это надо найти место для ночевки. Хорошечно, ладно. Навес. Шаг, подожди. Ну пойдёмте в лабораторию, почему бы нет. Пауки, это, конечно, опасно, но не настолько. Не настолько уж они страшны. Так, стоп. Почему я не могу собрать ни в какую? Он там появляется. Давай, соберись. Время у нас с вами ещё имеется. Всё хорошо. Не настолько темно. Так, вот эти штуки нужно обязательно собрать. Клевер. А, его нужно срубить в первую очередь, да? Они нам понадобятся, чтобы отметки ставить и прочее. Эй, иди нафиг, ну тебе. Всё, мы на месте. Там какая-то сиреневая фигня. Я просто думаю, как туда попасть. Наверное, вот там нужно было подняться. Хотя, в принципе, и здесь через палочку. Что за ерунда? Подо мной кто-то роет? Вот чего не знаю, того не знаю. Постройте навес. Да шо, что делаешь ты, ёпросотыка? Тут дофига этого добра, да? Тут просто обязательно нужно собирать. Так, пошли. Всё-таки вот сюда. Собрать. Мне кажется, эта штука, это как минимум какие-нибудь очки науки, или что это такое? Что ты? Крупица знаний. Если бы только химия давалась, мне так же легко. Ну да. Сырая наука. Джак. Я пытаюсь вспомнить, куда мне нужно. Мне кажется, всё-таки с той стороны. Что за история? Нафиг ты мне предлагаешься срубить? Навес сделать? Да ладно, подожди. Класс. Я всё-таки хочу попытаться туда попасть. Это где-то здесь было. Да, вот здесь вот-вот. А, дратуйте, дратуйте, дратуйте. Подожди, мне чё, нужно их победить сначала? Чё-то как-то... А, нет. Взрыв был вот тут вот. Могли что-то поменять, на самом деле. И опять пауки. Как странно. Ладно, хорошо, подожди. Инвентарь, создать... Навес. Построить. Вот так вот. И можно просто поспать, что ли? Вы проснётесь в темноте. Ладно, пока что не будем. Установите место возрождения. А, хорошо, точно. Это же не хардкор у нас с вами. Йоу! Он, типа, на ночёвку, что ли, пошёл туда? Трындец. Не самое лучшее место, чтобы выживать, мне кажется. Я помню, даже... Учился убивать этих пауков. Как правильно от них уворачиваться туда-сюда. Тратил огромное количество времени на это тогда. Но всё же где-то... Да, где-то здесь, под корнями. Сюда просто, видите, поставили... Логово пауков. Не знаю, оно было здесь или нет. Исследуйте взрыв. Вот он, вход. Ядрён, батон! Трындец, слепой. Не кисло так разметало. А, это же мустроль. Здесь каждую минуту всё больше розового, блин. Так, что мы имеем? Крупица знаний. Я выделил источник неоднородности частиц. Похоже, они являются побочным продуктом процесса уменьшения. Если я настрою машину с учётом их существования, это должно стать ключом к процессу обратного уменьшения. К увеличению. Бургл, пожалуйста, подготовь данные по следам неоднородной эквивалентной частицы SMPI-42Z. Это название начинает мне надоедать. Заодно, переименуй все ссылки на неоднородную эквивалентную частицу в... Крупицу знаний. Как раз получен, крупица знаний идентифицирована. Требуется готовка, переворачивание или жарка? Ничего, нет, 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 нет. Ничего из них. Требует классификации. Этот ответ не допустим в соответствии с положениями санитарного кодекса, регулирующими обращения с сырыми продуктами. Ха, 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 ха. Ро, срой. Так, хорошо. Эм... Чак-чак-чак-чак-чак. Что мы с вами можем проанализировать, в принципе? Слизевик? Давайте. Бра-факел. Понял. Новый уровень. Хорошечно. Каменный молот. О, молот разблокирован. Клеверные пончи, клеверный капюшон, клеверные наголенники. Каменный топор уже известно, понятник. Какие договорились, у нас появляется первая броня. Дальше нос. Ладно, хорошо анализировать. Что-то из него можно, скорее всего, сделать. Чучело-долгоносико, противогаз. А, вот это, кстати, очень полезно. Пропускаем. Ну и давайте эту фигню. Короб, стол из клевера, растительное волокно. Кварки, бозоны. Ладно, понятно. Так, просто что-то начеркано. Абсолютно не важно, что именно. Ну-ка, здесь заперто. Я помню, что здесь робот этот дурацкий должен быть. И здесь заперто. Исследуйте лабораторию. Да подожди, сейчас. Пытаемся. Па, вот так вот. Внимание, блокировка безопасности действует. Что это, сок? Прикольно. Типа, просто исследовали? У нас ячеек мало, я тебя понял. А он стакается по 10 штук. Ладно, говори, внимание, сбой резервного аккумулятора. Биометрический сканер, замеченный посторонние. Нужно это дело отключить. Так, увеличивающий тест 45. Примечание перед началом испытания. Минитеризация одного сложного электронного устройства Т-44 была проведена успешно. В тесте 45 мы попробуем уменьшить одну коробку, наполненную множеством устройств. После обратного увеличения все объекты будут осмотрены и протестированы в целях проверки их работоспособности. Результаты, неудачи. Минитеризация прошла успешно. Но увеличение и дальнейшие испытания на данный момент невозможны. Объект был квалифицирован, любопытный... А, объект был конфискован, любопытный пчелой. Возврат маловероятен. Коробка уничтожена. По всему двору валяются микроскопические кусь. ProScience. Помогите Бургу встать. Ну давай. Перезагрузка. Давай. Спасибо за помощь. Я Бургл. Исполняющий обязанности научного руководителя на этом проекте. Ну, я еще робот. Я уверен, что все это очень сильно для вас. Это сильно вас дезориентирует. Но, надеюсь, я смогу объяснить. Ну, давай. Продолжим. Подозреваю вас, уменьшил умпро... Изобретение доктора Талли. Что вы делаете во дворе, я не знаю. Вообще маловато помню. Недавно скачок электроэнергии вызвал мощный взрыв в хранилище крупиц знаний. Лаборатория, как видите, в ужасном состоянии. Что еще хочешь? От взрыва пострадали мои учислительные схемы. У меня банки данных повреждены. Простите, что выводлил на вас столько неприятных новостей. Как я могу помочь? Где? Вот она, лаборатория по дубам. Здесь у Энбол Талли проводил микроскопические эксперименты. Микроскопические эксперименты. Это оперативная база для проведения экспериментов во дворе. Кто такой доктор Талли? Гениальный ученый-изобретатель. Также он и является моим создателем. Моим изначальным протоколом было служить в качестве повара в будущем заведении быстрого питания. Впрочем, недавно меня повысили до уровня менеджера, чтобы я помогал ему в экспериментах. Очевидно, что доктор Талли очень ценит мой прошлый опыт работы. Хотя, если все проанализировать, я не видел его уже нескольких недель. А теперь я не могу вспомнить, куда он делся. Должно быть, дело в неисправных банках памяти. Как-то я ничего не помню. Кажется, мы с вами слегка сбиты с толку. Судя по моим наиболее точным расчетам, ваша биомасса подверглась эквивалентному снижению распределения в пространстве посредством межатомной энергетической выемки. Другими словами, вас уменьшили. Скорее всего, это произошло с использованием платформы Умпро доктора Уэндала Талли. Патент ожидается. Процесс уменьшения может быть бесполезным для крошечного человеческого мозга, а среди самых чистых побочных эффектов — потери памяти. Надеюсь, со временем вы сможете восстановить воспоминания. Классно. Как мне попасть домой? Чтобы вернуться к изначальному размеру, нужно успешно активировать платформу Умпро доктора Талли. К сожалению, данные показывают, что объект на нерабочем состоянии похожий взрыв привел к множественным сбоям. Жаль, раз расстраивать, но, похоже, вам придется оставаться тут, пока мы не найдем решение. А мы сможем починить? Ха-ха, отличная идея. Позвольте, я проведу полную диагностику и объясню, что нужно, чтобы все починить. Окей. Отказ памяти. Ошибка при выполнении скрипта такого-то. Проклятие, прошу прощения еще раз. Похоже, мои чипы памяти потеряли больше урон, чем я думал. Без этих воспоминаний смогу отремонтировать Умпро. Шикарно. Доктор Талли использовал два типа чипов, чтобы создать резервную копию моей памяти. Дополнительные чипы — это чипы небольшого объема, на которых хранятся данные о проектах. Если вы найдете такой чип, я предоставлю вам новые инструкции. Суперчипы особенные, и они бесценны. На ней хранятся полные директории моей системной памяти. Если мы хотим починить Умпро, нужно искать суперчипы. Там есть все необходимые данные. Я предлагаю использовать другие лаборатории во дворе и принести мне все чипы памяти, которые вы сможете найти. Есть и другие лаборатории. Доктор Талли построил во дворе множество лабораторий. Эти лаборатории использовались для разных экспериментов. Я могу загрузить их местонахождение в ваш кусь. Подождите. Окей, загрузил. Не загрузил. Сыр и картошка. Местоположение лаборатории тоже исчезло из моей памяти. Но нам повезло. Мне все же удалось получить координаты одной из них лаборатории в изгороде. Что это такое? Это наблюдательный центр всего двора. Она использовалась для изучения паутины. Живая изгородь находится к юго-востоку от дому. Лабораторию вы найдете в самой глубине изгороди. Отправляю координаты на ваш кусь. Попытайтесь первым делом найти лабораторию в изгороде, но ничто не помешает вам следовать дворе и искать другие лаборатории. Никто, кроме тысяч злых и голодных насекомых. Ха-ха. Кстати говоря, на входе во все важные лаборатории установлены биометрические сканеры. Не получив доступ к ним, вы не попадете внутрь. Идите к терминалу библиотеки и приложите ладонь к биометрическому сканеру рядом с ним. Пока ваш отпечаток не будет загружен в центральный блок. После регистрации вы также получите доступ к сети компьютерной библиотеки. Библиотека открывает доступ к ежедневным задарам. Заданием. Задарам. То есть задачам. Нет, заданием. Да, точно. За каждое выполнение, задавание, за каждое выполненное задание вознагражу вас крупицей знаний. В моем научном магазине можно объединять крупицу знаний на инструкции для выживания. Их Уэндал получил в результате экспериментов при первом исследовании двора. Выключитесь к терминалу библиотеки, вон там посмотрите, что вам доступно. Если у вас нет других вопросов, я бы порекомендовал начать поиски чипов. И постарайтесь не погибнуть. Пусть ваш день улучшается по экспоненте. Фуф, трындец. Ну-ка. Ро-роу-роу-сайенс. Да-да-да. Ау, как круто. Ну-ка, здесь. Бургл, расшифровка записи. Заказ номер один. Робот, мне нужно, чтобы ты отслеживал эти колебания энергии и сообщал мне, если они превысят допустимые пределы. Ребят, меня зовут Бургл. Сегодня к вашим услугам я специализируюсь на готовке, переворачивании и жарке. Жарке? Эта функция полезна только для твоих устаревших собратьев, которые переворачивали бургеры, а теперь отправлены на свалку. Мне нужно, чтобы ты отслеживал вот эти показания, Бургл. А зачем тебе еще специализироваться на готовке жарки? Понятно. Добавляю отслеживать колебания энергии в список моих основных задач. Понижая приоритет жарки. Хорошо, а теперь займись, сделаем. Изменяю приоритет для жарки. Обратно вернул. Так, ладно. Так, еще знания. Здесь вон еще всякой вкусняхой есть, батончики злаковые и прочее. У нас есть проблема небольшая с водой. Ну ладно, давайте сейчас приложим к сканеру. А, зажать. Запутался, устал? Тебе сюда, в закусочные уроби. Ты звезда. А, нет. Готово? Так, здесь еще что у нас? Да, вот теперь есть туда доступ. Ну что? Понятно, чем могу помочь. Счастливо, ладно, бывай. Давай, да-давай, обрабатывай. Здесь у нас что? Это выход на улицу. А, это второй вход сюда. Все, я понял. То есть, по большому счету. Кстати, заряд анализатора. Прикольно. Кусок рыжего. Давай проанализируем. Посмотрим, что еще можно сделать. Защиты, наколенники, шлем. Кресло, дубина. Отлично. Еще немножко на оке. Теперь сок. Пропускать будем. Травяной светильник. Верстак. Брайс сока. Светильник, то есть, если я не ошибаюсь. Да, а давайте вот эту фигню. Ну-ка. Шорс канализировать. Стрела, шляпа из клеща, чучело клеща, пушистый камень. Я так понимаю, что они будут заряжаться каждый уровень или что? А. Потихонечку, просто подзаряжается и все. То есть, париться не нужно по этому поводу. Нужно просто подождать, и мы сможем исследовать следующий предмет. Но он сказал, что здесь что-то еще есть. Вот, да, отлично. Само открылось. Хм. А, нет, мы здесь были, все верно. Вот это место не могли открыть. Ну-ка, посмотрим еще наука. Прикольно. Просто эти самые, как они. Батарейки. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Сделаем сейчас быстренько факел. Стрела, факел. Создаем. Не создаем, у нас веревок мало. Блин, это не очень удобно как-то вот так вот. Так, грубая веревка. Создать. Есть, теперь делаем факел. Камень. А мне показалась здесь еще одна... Как ее, кассета. Че? А. От критического обезвоживания можно умереть. Ну-ка, инвентарь. Мы с вами потеряли все из инвентаря. Давайте поспим тогда до утра. Использовать спать 8 часов. Интересно, я смогу собрать вещи, которые там выпали из меня? Я видел, что оно мигает. Я просто думал, мы не сдохнем от этого как-то. Не знаю. Да, там вон сумка валяется. Есть, точнее, отметка сумки. Я думал, может быть, просто здоровье будет проседать. А может, оно проседало, я тупо не заметил. Ну и ладно. Это не хардкор. В этом как раз и фишка. Хардкорных выживаний. Там ты стараешься выжить. Все вещи на месте. Отлично. Батарейки. Лампочки. В общем, здесь обвал, ясно. Тут, скорее всего, нужно ремонтировать. Не знаю. Итак, изучите травяную доску в анализаторе ресурсов. Постройте верстак. Потратьте крупицы знаний в научном магазине. Точно, точно, точно. Сейчас сделаем. Ладно, туда заглянули. Еще получили немножечко всякой разной ерунды. Здесь что, почему так? Ладно. Просто предупреждение. Анализатор откатился, да? О. Видимо, дети его. Камера. Чак, здесь нам делать нечего. А вот, терминал библиотеки. Научный магазин. Выберите модуль для загрузки. Ну вот. Кузнечная мастерская. Рабочее место, на котором можно улучшать оружие с помощью различных материалов. Необходимо. Сколько стоит? Сто. Купить. Приготовление еды. 1.0.1. Здесь можно готовить еду из разных ингредиентов. Что-то слишком дорого. Тысяча, да? Многоэтажные базы. Каменный фундамент. Укрепление базы. Мясной щит. Что это? Расшифровый секрет мясных знаний с чипа. Дороговато. Ладно, приготовление еды пускай будет. Задание Буркла. Доступно три. Искатель чипов. Расхищение могил. Охотник рыжий муравей. Рабочий 40. Охотник долгоносик. Ну, можно вот это принять. Убить рыжий муравей рабочий. Найти течип. Расхищение могилы в разработке. Ладно, хорошо. Попытаемся найти все. Точнее, выполнить все. А там как пойдет? Давайте. У нас с вами здесь должна быть... Не здесь, в соседнем. Вот здесь анализатор стоит. Он же откатился? Да, он откатился. Отлично. Тухлое мясо проанализируем. Испорченная мясная кашица. Может, какой-то можно снотворный или яд делать. Веревка. Лук. Лопаты и желуди. Глазная повязка. Фляга. Хорошечно. Зачем повязка? Интересно. Тебя. Грибная кашица. И тебя пока что не можем. Так, слушай, создать лук. Недоступно. Шорстка мошки и грубая веревка. Ну, веревка это легко, естественно. Так, как же это неудобно. На самом деле сделано. И, скорее всего, это немножко удобнее, когда ты играешь на геймпаде. Хотя, тоже я на самом деле не уверен в этом. Хрустящий щиток. Понятно. Это все ерунда. Мы сейчас с вами это не сделаем. Ну что, можно потихонечку идти на улицу. Не забывайте продолжить анализировать ресурсы в анализаторе. Получить больше инструкций. Ладно. Нам еще вещи нужны, которые мы с вами будем в основном анализировать. Слушай, а что получается с факелами один? Ладно. Это пока что все собираем. Это пускай здесь будет. Мы потом себе еще сделаем. И он сказал, что здесь где-то рядом с забором... Долгоносики, вон, кстати. Научная лаборатория. Отлично. Интересно, там есть внутри сок? Короче, я думаю, что сейчас нет никакого смысла рисковать и пытаться там прорваться. Нужно долгоносика убить. Ты опять согрелся? Да ты что, издеваешься, что ли? Хм, это розы? Похоже на то. Здесь просто лепестки. Яй. Спокойно. Выносливость. Часанули. Муравей. Нет, не муравей. Не знаю. Спокойно. Давай. Где нафиг, друг мой? Че ж ты на него не нападаешь? Там капля была. Банка Велоп. Все, плевать на него. Мы ушли. Вон, можно попить. Прикольно, что оно сюда скатывается. Че ж, не такой привередливый, да? Ладно, все, хорошо. Ну что, пойдемте обратно в центр. Это что у нас с вами, сладкая? Да, сладкая капля. Рядом, видимо, лаборатория. У нас появилась эта штука. А где? Собака, это странно. А, вон, закрашиваются зеленым. Типа, тепло, холодно. Все, я понял. В эту сторону. Да, понятия не имею. Трень какая-то ползающая. Сморченная голова ребенка. Мистер Диккерсон. Идите нафиг. Я опять удаляюсь. Хватит меня преследовать. Я пытаюсь понять, где находится эта дурацкая лаборатория. Может быть... Нет, вряд ли, внутри пакета. Так, долгоносика я забил. Знания получили. Где же это? А, вот, полевая станция. Это вот здесь вот. Я думаю, может быть, рядом с ней базу себе построить. Просто для того, чтобы далеко не бегать. У нас всегда под боком была станция, где можно изучать. Находится это дело примерно по центру. То есть отсюда можно попасть куда угодно легко. Так, смотрим. Анализируем, что у нас там есть. Тля. У нас заряда хватит еще на одну. Щит долгоносика. Прикольно. Ладно, все. Так, подожди. А щит долгоносика это как? Шляпа из клеща туда-сюда. Нам нужно много клевера, чтобы создать клеверные почки. То есть, что я думаю сделать? Смотрите, прямо здесь, если поставить инвентарь. Нет, создание. Во-первых, навес. Давайте построим. Вот так вот. Построили теперь. Использовать место возрождения. Готово. Следующий момент. Это, естественно, вертел. Создаем вот тут вот. Зажгем. Посмотрим, можно ли что-то. Да, можно. Хорошо. Готовить вот это, вот это, вот это, вот это. Мы можем только три штуки. И, если не ошибаюсь, мы можем начать строить себе... Стоп. Падон для стебель. Для досок. Короб. Веха. Батут. Нет, нет, нет. Это все не то. Давайте верстак сделаем. Мне нужны листья. Это мы сейчас с вами раздобудем. Теперь нам есть где поспать. Еда жарится. Вода тут, в принципе, недалеко. Вот тут можно пить, в принципе, вон, а имбите. Капли образуются. Газировки сами. Ай, ладно. Да, 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 да. Это очень тупо звучало, согласен. Так, вот это можно проанализировать? Нам не хватает энергии. Следующее измерение. Скоро. Давай. Анализировать. Пропустить. Стол. Стена. Вот то, что нужно. Отлично. Просто то, что нужно. Есть верстак. Создаем. Давайте вот так вот сейчас поставим где-нибудь вот здесь вот рядышком. Переградим с этой стороны. Ну-ка. Так, это убираем. Готово. Здесь уже можно делать каменное копье. Дубина из рыжего муравья. Каменный молот. Кстати, а я сделал себе молот или нет? Подожди. Инвентарь. А, я молот так и не сделал. Мы его с вами разблокировали, изучили. Но скрафтить не скрафтили. Теперь при помощи молота мы с вами сможем разбивать как раз... Тут убираем отсюда. Там у нас как раз, помните, место было под землей, где мы не могли пройти. Вот эти камни сможем разбить, по идее. Мне кажется, все пожарилось. Можно собрать. И нужно начинать строить базу. Или, во всяком случае, отгораживать эту территорию, чтобы к нам сюда особо не припирался никто. Это все можно съесть. Сейчас еще приготовим немножко. Готовить, готовить. Есть, хорошечно. Семерка. Это добро. Да все отлично. Вот у нас прям появляется отдельный раздел. Травяная стена и прочее, да? То есть мы вот этим как раз можем себе отгородить базу. Прикольно, что я могу научную станцию отгородить. Так, спокуха. Вот таким образом. Единственное, что... Сейчас придется очень-очень много рубить. Я думаю, что вот та стенка лишняя. Да, она лишняя, реально. Давайте пока что как-нибудь не будем разгоняться. Чтобы не потратить 3 часа на рубление всех этих листьев дурацких. Вот так вот есть. Все, отлично. Вот эта область. И осталось просто сюда поставить. Разместить все эти листочки. Ну и, естественно, сейчас я этим буду заниматься. То есть вовсю рубить, долбить и строить. А на этом сегодняшний выпуск предлагаю завершить. Я надеюсь, вам понравилось. Я думаю, что мы с вами сделаем полное такое крупное выживание в этой игре. То есть и базу большую построим. И, естественно, поисследуем, посражаемся. Все будет. Все будет нормально. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Я тем временем буду заниматься строительством. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok